Обсуждение городской антикризисной программы прошло по-настоящему оживленно. Депутаты выдвинули с десяток предложений о том, какие именно меры поддержки нужно оказывать населению и как развивать малый и средний бизнес. Всего в проекте антикризисного плана 18 пунктов. Среди них как сокращение бюджетных расходов, так и непосредственная поддержка горожан. Ключевые задачи в этой сфере не допустить задержки зарплаты и обеспечить красноярцев жильем эконом-класса. К примеру, социально не обеспеченных красноярцев власти намерены подключить к федеральной программе «Жилье для российских семей». Власти уже начали собирать все необходимые документы для того, чтобы нуждающиеся могли обзавестись дешевыми квартирами. Строительство и приобретение жилья будет по цене, в отличие от рыночной, в пределах для Красноярска установлена цена 35 тысяч за квадратный метр. Есть площадки в Солнечном Солнце-2, где будет реализован этот проект. Большое внимание в программе уделили и детям. Здесь первоочередная задача – обеспечить всех дошколят местами в детских садах. Для этого будут ремонтировать существующие садики, строить новые и закупать места в частных. Для красноярских школьников в программе тоже предусмотрели финансовую поддержку. Предлагается ввести бесплатный школьный поведной, чтобы школьники могли бесплатно кататься в пределах города Красноярска на автобусах, на трамваях, на троллейбусах. Это тоже очень важная мера. Что касается бизнесменов, то для них власти намерены заморозить цены на аренду на уровне прошлогодних. Вдобавок к этому будут предоставлять кредитные гарантии, чтобы тем было проще получать кредиты на собственное развитие. К последней мере депутаты отнеслись скептически и предложили другой выход. Лучше бы эти деньги какие-то отправить на субсидирование процентных ставок. Вот это больше принесет пользы и поможет развиваться бизнесу. Стоит отметить, что обсуждаемый план еще не готовый документ, а проект, который должен стать курсом развития экономики и социальной стабильности в Краевом Центре. Мы должны понимать, на что мы будем тратить, а на что мы не будем тратить. Эти вещи нужно определить, что для нас является приоритетным в этой ситуации. Второе, нужно определиться с тем, какие ресурсы мы вкладываем для того, чтобы эта программа была реализована, и что мы хотим в итоге получить. Проект этих мероприятий будет обсуждаться на встрече с предприятиями, с предпринимателями малого бизнеса, с представителями региональных объединений, работодателей, представителями федерации профсоюзов Края. Окончательную версию проекта власти намерены закончить уже в ближайшие дни. Его принятие намечено на следующую неделю. Александр Ловицкий, Алексей Овсянников. Новости.